Вот тебя спрашивают, Дмитрий, Олеся, меня тоже, что делать, если не получается уехать из России? Как в старом анекдоте, ехать надо. Хоть тушкой, хоть чем-то еще. Чучелом, чучелом. Да, ехать надо, ребята, ехать надо, потому что жизнь это выбор, всегда жизнь это выбор. У вас есть время и есть голова на плечах, чтобы выбрать между элементарными понятиями. Или вы, ну я о мужчинах сейчас говорю призывного возраста, или вы подвергаете себя опасности быть убитыми на неправедной для России войне, или вы смоетесь оттуда. Ну я бы смывался на вашем месте, честно. Вот впрямую говорю, смывался бы. Что касается всех остальных, женщин, мужчин там за 60, да уезжайте, там будущего нет. У России нет будущего. Продавайте, пока продается что-то, недвижимость, там собственность. Продавайте, уезжайте. Даже после 60, уезжайте. Нет будущего у этой варварской страны. И может быть ситуация только хуже, хуже, хуже. Там ничего хорошего не просматривается. Вы это сами должны понимать. Возвращается 37-й год. Впереди концлагеря, доносы. Все впереди. Ничего нового Путин предложить своей стране не может. Я давай начну тогда с такого разогревочного, но интересного. Медведчук. Что это? Хочется сказать сначала кремлевская консерва, а потом думаю, ну какая же это консерва. Ну открытый кремлевский агент, то есть понятно агент влияния. Ты о нем говорил, что это враг Украины. Причем еще на его же 112-м канале, вот в день, когда стало известно, что он его купил, ты вышел в эфир 112-го канала в тот же день и сказал о том, что сегодня пришла информация, что этот телеканал, на котором я сейчас говорю, и на котором еще тогда выходила программа твоя, враг Украины. Купил Медведчук, Медведчук является, это все в интернете есть. Да, да, да. Он продвигает... Медведчук является врагом Украины, другом Путина, он продвигает российские. Да, все же было. Да, да, да. То есть абсолютно. Причем ты сказал, если меня сюда завтра не пригласят или не позовут, то прекрасно так и надо. Но я это должен сказать, чтобы все это понимали и знали. То есть для кого еще это секрет. Это было еще очень-очень-очень давно, то есть когда, может быть, действительно не все это понимали и не знали. И, собственно говоря, мы ушли со 112-го канала тогда, да? Но надо сказать, что мы там не работали. Олесь, надо сказать, это важно, что мы на 112-м канале не работали. Мы не получали никаких денег. Мы дарили телеканалу, я дарил свои программы для золотой коллекции. И мы выступали в программах, когда нам задавали вопросы. Мы записывали прямоэфирные программы. Они предоставляли нам, собственно говоря, площадку, возможность это делать, эфир. А мы условием было невмешательство в редакционную политику, надо сказать. И никто не вмешивался, да. Да, надо это признать. И мы, собственно говоря, об этом говорили. Но не имеет значения. То есть мы все равно оттуда ушли. Так вот, у нас получилась долгая прелюдия, кто же такой Виктор Медведчук. Так вот, они Берлагу выпустили. Я так понимаю, что написать статью Медведчук сам и опубликовать в одной из главных русских газет без отмашки сверху не мог. Известие. Это значит, что ему ее написал, ну, не Путин, но кто-то из путинских. И там, знаешь, вот такая уже заезженная шарманка была. Ну, она, они ее обострили в плане того, что вот Украине будет еще хуже. Вот, типа, это Запад развязал войну против России. И, ну, вот этот весь бред, который они пытаются нести со своих телеканалов все это время. Плюс, я к этому сейчас еще добавлю, потому что сегодня Азаров, еще одна нафталиновая такая консерва, ну, какая консерва, все это уже открыто, уже понятно по ним, что это не консервы совсем. Накатал большой пост в Твиттере, кажется, о том, что эта зима для Украины еще очень комфортная, но вот в следующую зиму украинцы вас ждет такая зима, что не будет вообще электричества, не будет вообще тепла, вы не понимаете, а 24-й год будет еще хуже, чем 23-й. То есть, они, ты понимаешь, они включают максимальные пугалки. Для чего это делается? Причем, это же сейчас мы говорим на фоне всех слухов о том, что Путин, вот, мол, все принял решение и будет сейчас обострение, потому что иммобилизация, там, другие-другие факторы. Для чего это делается? И что реально нам ожидать? Вот сейчас объясни, вот как ты это видишь? Олеся, ты сейчас откопала трупы. Сначала труп Медведчука, потом труп Азарова. Это два трупа. Которые пронавтолинины давно. Это вообще, это не интересные персонажи. Я тебе честно скажу, меня не возбуждает ни Медведчук, ни Азаров. Это все российские люди, находящиеся в России. Что они могут вообще говорить, находясь в России? Понятно, что. Они умные оба. Медведчук умный человек, Азаров умный человек. Но это враги Украины, это российские, в общем-то, ставленники. И что они будут писать, что они будут говорить, да какая нам разница? Мне вообще они неинтересны. Это все поза-поза-поза вчерашний день. Скомпрометировавшие себя, отжившие, неинтересные. Вообще какая-то плесень и моль. Неинтересно. Мне даже неинтересно говорить, что они пишут. Обсуждать, что они пишут. Что бы они ни писали, это все прошедшее время. Интересно говорить о сегодняшнем времени и о завтрашнем дне. Вот о чем интересно. А эти двое, ну, слушай, это вообще. Еще, если бы Янукович еще что-то написал, вот его прикольно пообсуждать. О, есть у меня команду трупов. Прибыло пополнение. Янукович, сегодняшняя новость. Заочно отправил Януковича под арест за расстрел Небесной Сотни. Установлено, что из-за действия организованной преступной группы под руководством Януковича во время революции достоинства погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести. Еще в ноябре прошлого года ДБР закончила расследование. Теперь же суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении экс-президента. Я сейчас покритикую свою страну, хотя я не люблю это делать. С момента расстрела Небесной Сотни прошло 9 лет. Ё-моё, стыд есть вообще, совесть есть 9 лет, чтобы признать Януковича тем, кем он является на самом деле. Почему так много? Что происходило все эти годы? Почему только сейчас? Ну, это вопросы такие тоже. Что мы их будем задавать? Говорим о завтрашнем дне. Давай этих трупов, отойдем от них в сторону. Давай о чем-то другом поговорим. Нас смотрят 14 638 человек. Мы всем этим людям благодарны. И наверняка они хотят, вот пишут, у вас нет уже страны, вы ее продали. Вы знаете, даже если мы ее продали, бабки не получили. Пришли те бабки, если мы ее продали. Мы свою страну любим. А бабки придется на восстановление Украины, России не отдавать. И есть за что нашу страну любить. А вот за что любить Россию, я вообще представить себе даже не могу. В здравом уме, за что можно любить эту фашистскую, агрессивную, чмошную страну. Но мы об этом еще наверняка сегодня будем говорить. Олеся Леонидовна, ну спрашивайте что-то. Ну смотри, Дима, я понимаю твое нежелание выступать в роли патологоанатома политического. Но это же этот запах, который поднимается, он же идет не от них. Он же говорит о том, что там что-то происходит. Ты хочешь на эту тему поговорить, и я поговорю на эту тему. Я хочу просто понять, что Путин задумал. Подожди, я просто тебе дам еще один месседж. Вот сегодня, так, кто это? Ну какой-то человек, предатель, коллаборант, который сейчас выступает в этой оккупированной Запорожской области. Он заявил, и это все русские СМИ разнесли, что Путин выступит завтра в Питере с очень важным, прямо он так пишет, с очень важным заявлением по поводу войны. Но они это СВУ до сих пор называют. И что-то скажет. Смотри, я вижу последние дни нагнетания, нагнетания страха. Значит, Украина, вам скоро конец. Вам скоро такой конец, которого вы еще не видели, не предполагали, что такое возможно. Все, что с вами было до того, это вообще ерунда. А вот то, что будет дальше, вам скоро вообще такая тренда будет. Украина, ну вы думайте. Вы или садитесь за стол переговоров, или сдавайтесь. Вы что-то думайте, а то у нас уже сил нет. Мы уже на исходе, на излете. Это Россия, понимаешь? И они выкидывают в пространство этих крыс. Сначала Медведчука, потом Азарова, сейчас еще кого-то. Несется с экрана везде их телеграм-концы, их телеграм-каналов. Скоро такое будет. Готовьте. Вот скоро, вот сейчас, вот скоро. Я хочу сказать вообще всеми, мы уже такие пуганные. Мы уже такое видели, что чем вы нас еще можете удивить? Можете удивить ядерным оружием, наверное. Мы готовы. Мы готовы к тому, что вы бактериологическое оружие. Я готов, я честно тебе скажу. Я каждый день готов к тому, что это мой последний день. Это все готовы к этому. Потому что люди просыпаются, засыпают и не знают, или они проснутся. Это касается всех украинцев, где бы они ни находились. Поэтому, ну что вы нас пугаете? Мы уже пуганы, мы срали на ваши пугалки. Это я этим русским орлам говорю. Вам конец. Это я вас не пугаю. Вам конец исторически любой другой. Не может это зло долго держаться и не может оно победить в принципе. Это невозможно. Поэтому, ребята, ну пугайте, пугайте. Скоро допугаетесь. Не хочу рассказывать злой анекдот по этому поводу. Вот, ну. Точно? Или мне не понравится? Не, если мне не понравится, не рассказывай. Я могу рассказать этот анекдот, но я боюсь, что у нас в видео желтый значок получит. Потому что там ненормативная лексика. Поэтому я промолчу. А замените. Там из песни слов не выкинешь. Хотя желтый значок очень хорошо ляжет на мой голубой свитер. И будет флаг Украины. Вот как мой браслет. Хорошо. У меня тоже рубашечка, видишь, под желтый значок нормально зайдет. Да, Алиса Леонидовна. 16 минут мы в эфире. Друзья, 19 320 зрителей. Спасибо. Спасибо всем, кто смотрит. Еще раз лайкайте это видео. Обязательно лайкайте. Так нужно для продвижения в YouTube. И подписывайтесь на наш YouTube канал. И кто из вас еще не подписан. Хотя я думаю, что большинство тех, кто нас смотрит, подписаны. Потому что знают, что здесь самые интересные программы, самое интересное интервью и самая интересная аналитика. Итак, оставляем то, о чем мы сказали на чуть-чуть потом. Пусть еще собираются. Приходят наши зрители. Вот сейчас у нас будет 20 тысяч. Я вот жду. Тут у нас девятки уже выстроились. Девятнадцать девятьсот девяносто. Так. Два. Два. Присоединяйтесь. Сейчас кто же будет двадцатитысячным. Пишет Алексей. Цвет мочи будет вам к лицу. Он имел в виду желтый цвет, о котором мы говорили. Этому Алексею к лицу только будет цвет кала. Передаю ему привет. Давай, Алиса, дальше. Нет. Что-то такой щедрый. Кал это к деньгам. Зачем? Там в России ими и не пахло, и не снилось. Они сейчас будут только вот то, что успели смародерить, стиралки и чайники в Украине. А все остальное в лаптях и лаптями щихлибать. Вот. Уже больше двадцати тысяч, пока я про лапти говорила. Двадцать тысяч двести шестьдесят девять зрителей. Предлагаю тебе говорить только про лапти. Предлагаю говорить только мне. Помнишь, такая русская народная песня была? Эх, лапти, да лапти, да лапти мои. Да, было что-то, помню, из детства. Гиркин. Еще один персонаж. Гаг, осужденный на довичное увязнение. Но этот поумнее будет, чем Медведчук и Азара вместе взятые. Что, Гиркин? Да, он наехал на алкоголика Медведева. Причем назвал алкоголика алкоголиком. И сказал, что ему надо съесть свой вообще язык. Представляешь, заливной язык Медведева. Смотри, смотри, вот я тебе скажу по поводу Гиркина. Гиркин, враг Украины, ну, один из номер один. Но он честный враг. Не юлящий такой, не подлый враг. Он в открытую, он открытый враг. Знаешь, врагов своих тоже можно как-то где-то уважать даже. Если они вот такие. Я не призываю ни в коем случае к уважению Гиркина. Но он выгодно отличается от Путина, от Медведева, от всех остальных. Он еще подготовленный враг. То есть в нем видишь врага. В нем оцениваешь потенциал его, его подготовку и так далее. Вот он говорит вещи, которые мы-то об этом здесь говорим постоянно. Алкоголика Медведева мы называем алкоголиком. Мы говорим, что он смешон. Он занимать нишу Жириновского пытается. Но он ее может занять, только присоединившись к нему. А там несоразмерные интеллекты и актерские данные. Жириновский, вот тоже враг Украины, открытый, да? Но он был гениальным актером. Он был аферистом выдающимся. Он авантюрист. Авантюристом был. Он яркий был, образный, интересный. А Медведев неинтересный, ты понимаешь? Сейчас был такой спикер Госдумы России Геннадий Селезнев. Между прочим, гей. Они так борются с геями. У них сейчас спикер Госдумы Володин гей. И Геннадий Селезнев спикером Госдумы был тоже гей. Это был... Не помню вообще Селезнев. Да, коммунист. Это был близкий друг Николая Баскова. Коля, привет. Так вот, знаешь, за что я их не люблю? Насколько близкие, Дима? Настолько. Знаешь, за что я их всех не люблю? Русских этих. Они такие двуличные. Но если ты гей, то ты не борись с геями. Что ж ты с геями борешься, скотина? Ты скажи, я гей. И я толерантно к этому отношусь. Но они там в основе своих геей... Ну, это не геи, это хуже. И борются с геями, понимаешь? Так вот, Селезнев однажды выступал в Госдуме. Говорил какую-то муть. Он очень скучный был. И в очередной момент, когда зал уснул, он сказал, вам не страшно? И голос из зала ему сказал, Гена, скучно. Вот точно то же, что говорит Медведев. Дима, скучно. Это скучно, это пережеванно, неинтересно, неталантливо. Уныло. Унылое говно этот Медведев. И, конечно, Гиркин его разнес. А Гиркин уже и Путина разнес. Он нос по ветру держит. Он понимает, куда эта телега идет, куда она катится. Она катится к концу своему. И я не удивлюсь, если Гиркин потом заиграет где-то там в политическом российском эстеблишменте и скажет, я же вас всех предупреждал, что этот такой, а этот такой, и Путин такой. Я же вам все это говорил. Чего вы меня не слушали? Поэтому я советую Гиркину присмотреться. Он не простой парень.